ДИАЛОГ Это мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны. 78-я годовщина, 22 июня она пройдет. Максим, приветствую. Здравствуйте. Изначально вы планировали реконструкцию на 9 мая, на День Победы, однако перенесли на 22 июня. Почему так получилось? В связи с погодными условиями, в основном, мы давно планировали на 9 мая реконструкцию, но накануне и в ближайшее время, именно в мае, прогнозировались неблагоприятные условия. И из-за этого пришлось перенести реконструкцию. Но мы ничуть не расстроились. Больше времени для подготовки. Да, конечно. Мы больше времени уделили 22 июня подготовке реконструкции. И, конечно же, немного иначе провели 9 мая именно как участники клуба. Это редко удается 9 мая провести именно... Отпраздновать, а не работать, да? Отпраздновать, да. Интересно. Вот на 9 мая был один сюжет. Сейчас Максим мне вот такую вот справку подарил о предстоящем мероприятии. Я вижу здесь немножко другие названия. Несколько слов для зрителей о том, что будет 22 июня происходить. 22 июня это совершенно другая дата, нежели 9 мая. Это день начала войны. И, собственно, мы будем реконструировать именно начало войны. Именно первая часть реконструкции, это начало войны, это есть небольшая даже историческая привязка. Это 4-я погранзастава 12-го Лебавского пограничного отряда Прибалтийского пограничного округа. Непосредственно вот эта погранзастава именно в то время... Вот кто, когда напали, да, фашисты на Советский Север. Они одни из первых приняли удар фашистских захватчиков. Я вижу очень большая география участников. Это не только Сургут и даже не только Югра. Как вот вам удалось выйти на такое достаточно масштабное количество человек? Действительно, участников достаточно много. Это с разных уголков нашего округа и не только округа. Это долгий труд, многолетний труд. Начинали буквально с небольших масштабов. Ну, только города каких-то там, небольших таких выставок реконструкций. И постепенно перешли к более высокому уровню. Это уже 5 лет в прошлом году штурм провели. В этом году будет 6-й штурм. И, собственно, вместе с этим и уровень местной реконструкции, как нашего клуба, тоже вырос. И вот у нас на 22 июня участники из разных городов. Это Сургут непосредственно, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Советский, Лангипас и Екатеринбург тоже будут. Сколько в общей сложности человек приедет? В общей сложности на поле мы планируем более 100 человек. И реконструкция делается не только на поле, но и за кулисами. Это персонал, который помогает нам. Это порядка 40 человек. 150 человек. Да, Екатеринбург, смотрю, привезет спецэффекты из Свердловской киностудии. Здорово. Максим, а какая техника будет задействована? Вы никогда без техники не обходите. Нет. Ну, техника это достаточно зрелищная часть вообще всей реконструкции. Очень надеемся, что в этом году на реконструкции у нас примет участие авиация. Надеемся на это. Ну, как карта ляжет. Но помимо этого у нас планируется техника. Это 8 автомашин разных, и грузовики, и легковые. Это наши знаменитые орудия ЗИС-3. Тоже также примут участие в реконструкции. Техника это ваша и других, скажем, коллег, да, клубов реконструкции, или коллекционеры какие-то тоже навстречу шли? Ну, конечно, у нас в городе есть достаточное количество коллекционеров. В основном они все объединены общим клубом. Это клуб-легенда ретроавтомобилей. И на каждого из этих участников у нас есть выход, и мы с ними активно сотрудничаем. Хотелось бы отметить Махира Мамедова, Кирилла Шаметила, Алексея Суприка, Федева, Игоря Ивановича и Сергея Анатольевича Кольсина. Он тоже является коллекционером автомобилей. Куда и во сколько, и когда, конечно, стоит приходить гостям мероприятия? Мероприятие будет на Югорском тракте. Это улица Речная, недалеко от Гимса. Там будет мероприятие 22 июня 2019 года в 14.00. По информации, которую мне довели, на момент проведения перекроют часть Югорского тракта. Как это будет организовано, мне еще не очень известно, но места должно хватить всем. То есть это, получается, не карьер за собором преображения, а спуск вниз, вот, с Югорского тракта туда, да? Да, да, именно уже непосредственно ближе к реке Офи. Хорошо, лишь бы погода не подвела, на 22-е какой прогноз смотрели? Конечно, мы вот из года в год смотрим, что и планируем, что погода будет хорошая и летная. На штурма в прошлом году тысячи сургутян гостей города пришли. Надеюсь, что в этом году будет не меньшее количество участников. Последний вопрос. Вот помимо, так скажем, реконструкции военных действий, которые все смогут посмотреть, могут ли принять участие? Может быть, какая-то выставка будет, мастер-классы какие-то организуйте? Ну, мероприятие планируется на 70-100 минут и заключается именно только в реконструкции. К сожалению, из-за формата мероприятия мы не можем организовать ни выставку какую-то, ни что-то иное. Это немного не фестивальный такой момент, но те, кто доберутся до Хантамансийска на фестиваль штурма в июле, смогут уже и потрогать все. Ну, это тема совершенно другого диалога. Максим, спасибо большое. Это была программа «Диалог». Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире.